После изменений мы первый раз в живую сейчас будем смотреть его форму. Овсянку начал есть, у него прям в вену просто. Внимание, Олег, новость, в овсянке есть глютен. Бажанову отправили жрать и тренироваться. Никаких соревнований? Ну, они остались, скорее всего, без контрактов. Контракты были хорошие, просто нам денег в компании Генетик не платят. Ну вы ебанутые. В общем, всем привет. Уже третий ролик на канале с Денисом Бажановым. После изменений мы первый раз в живую сейчас будем смотреть его форму. Поэтому изменения у нас были какие? Сейчас он тренируется три дня через один. И в эти три дня он тренируется два раза в день. То есть у него по две столовые тренировки в день и одно каждое. По факту три тренировки в день. Что мы сделали по еде? По еде мы добавили ему углей. Сейчас у него ежедневно 500 грамм углеводов. И каждый четвертый день, когда у него день отдыха, перед днем ног, у него рефит на 750 углеводов. 700-750. Сейчас посмотрим, что там из него получается. И сегодня подкорректируем план. Может добавим еще еды. Субтитры сделал DimaTorzok. Единственное, если ты можешь не заваливать плечи, настолько сильный, то есть перейдем. Но ты собираешь, ну и чтобы не было у тебя прямо так, ты поравнение. Уже, уже это, ты стыдок, ты чего, простите. Выдохнуешь от того. Выдохнуешь от того. Вот, выдохнуешь от того. Субтитры сделал DimaTorzok. Что, сегодня его солью загрузить, что делать? Вчера он 800 дней грузил. Сегодня, может, чеснил? Ну, с последним приемом. Я вчера не спал. Не спал? Не, груди, не спал. А, не спал. Он, говорит, он сразу пьет и его проносит. А в какой? Раз в четыре? Сыгнуш. Сыгнуш. У меня вот есть, который аптечный химмур привозил. Можете мне попробовать? Сказал. Попробуем. Так, короче, сегодня еще, наверное, в денечек погружаешься. Чего? Грузить? Давай, наверное, граммов 600 углей, как обычно, давай. И вечером хороший чекмил какой-нибудь а-ля бургер, а-ля картошечка фри, пиццу какую-нибудь солененькую, типа с салями. Вот, такое жирненькое все. Ну, обязательно с ферментами. И сегодня весь день с ферментом. Криотики. Чего? Криот. Ну, как вариант, криот. У меня вот почему-то с крионом, прям вот я, если какой-нибудь объемный прием пищи, и крион десятку даже, если выпиваю, у меня, блядь, это все выходит, фу, так вот со свистом, блядь. Не знаю, у меня вот крион лично не подходит. Ну, плюс очень много жира. Весь жир одновременно может не усваиваться, и из-за этого со свистом выходит, поэтому лучше все эти приемы, лучше, в общем, весь джанк сделай так, вот, салки, да, 700 грамм углей, то есть ты берешь там 300 грамм риса, после них съедаешь бургер, 300 грамм риса, после них съедаешь пиццу, чтобы сюда, овсянку не надо. Ну, вот у него не грузится овсянка, прям фитер. У него же это вот на овсянку. То есть я картошку ем, она меня мышцы не наполняет, живот вот такой. Овсянку начал есть, у меня прям вены просто. Ну, если ты это чувствуешь, что работает, ешь овсянку. Что же к этой не грузится? Я ее съел, вот 200 грамм, сухой, я ее съел, просто, просто. Тогда ешь. Тогда ешь. Я удивился. Просто Никиту с 50 грамм овсянки заливает вон. Нет, не знаю, может не вот слегка пи, видишь, не что-то заливает, может не окру. Просто, знаете, все боятся, ребята, глютена. Все хотят, что глютен страшно, глютен плохо, покупают дорогие продукты без глютена, но едят овсянку. Сейчас, внимание, новость, в овсянке есть глютен. Вот теперь, блядь, страдая и мучаясь, и как ты будешь жить дальше, я не знаю. А я безглютеновую покупаю за 280 рублей 500 грамм. Ну вы ебанутые. Ну, это как вообще лишнее. Ну, это что-то на богатом. А я не знаю, как можно сделать безглютеновую овсянку, если глютен там прям содержится. Ну, как можно. Мне кажется, просто зерна должны быть без овсянки. Ну, это прям совсем, да, без оболочек. Ну, с овсянки без оболочек, в принципе, можно уже макароны есть. Одна ерунда, вот, ну, отлично, все, сегодня еще день грузишься, только заедь, да, в мак, скажи, дайте мне соль. А их закрыли, нет? В маке нет. Работают. Работают? Ну, в Бургер Кинг точно работают. В маке работают. Скажи, дайте мне соль, пожалуйста, если спросят, сколько соль? А, ну, сколько тебе граммов, ну, 7-8 пока давай в день соль. 7-8 пакетиков соли. 7-8 пакетиков соли. Завтра я несколько переплюну по форме, по залитости. Бажанова отправили жрать и тренироваться, и начали сами тренироваться. Сегодня, как всегда, плечи. Ну, простите, так совпадает, что на съемке ролик у меня дельтовидный. И, как правило, если мы снимаем ролик, то тренировка получается, поскольку по столько, мы очень много разговариваем. Но сегодня я хочу потренироваться и по возможности параллельно поговорить. В общем, первое движение. Махи в сторону с гантельками, сидя по 25 повторений, пока одной делаете, вторая отдыхает. И так работаем 3-4 подходика, задача разогреть дельтовидную, хорошенько-хорошенько ее напампить. Ну и в целом, я не скажу, что это прям такое разминочное, достаточно тяжелое движение, потому что 20-30 повторений, ну, какой-то у меня в среднем 25-27, и это очень больно. Если раньше, когда приезжал Русланчик, мы ебошили, то сейчас, когда приезжает Русланчик, не ебошим. вон, посмотрите, это единственное, что он может делать без боли. Вон, все, посыпался, блядь, организм ему сказал, блядь, дружище, давай-ка, отдыхать мне давай. Вот, а Руслан, нет, отдыхать, да. Ааа, это было 13. 15, 15, 15, 15, 15, 15. Пусть и вписал. Ну, он мне попросил мой номер, якобы хотел поговорить, скорее всего, ну, как я думаю, потому что я с ним не общался. Вот, я что сообщение прочитал, думал, попозже отвечу, и получилось так, что я не ответил на это сообщение, а потом уж какое-то время прошло, и мне стало неудобно на него отвечать, хотя я с Денисом, ну, нормально общаюсь. Вот, скорее всего, ввиду того, что компания Олимп ушла с рынка, вот, а вы знаете, Олимп, я насколько понимаю, это польская, да, компания? Вот, ну, естественно, санкции, они ушли с рынка, и такие спортсмены, как Денис Гусев, у него очень хороший контракт был, Виталий Угольников, вот, они остались без контракта, а еще кто у нас? А, и Янка Кузнецова, да, ну, они остались, скорее всего, без контрактов. Контракты были хорошие, насколько я знаю, они были денежные, им платили деньги, плюс оплачивали поездки, плюс давали спортивное питание. Очень хорошие, но теперь нет. И так как есть генетик, вот, ребята, ну, по крайней мере, Денис Гусев, я думаю, он правильное решение принимает, но, скорее всего, он думает, что сможет выбить себе хотя бы схожие условия, но нет. Такие только у меня и у Майкла Джексона, блядь. Вон он, Майкл Джексона, блядь. Я не выебываюсь, у меня ровно такие же условия, как у всех. Просто нам денег в компании Генетик не платят, мы не получаем денежные премии. Второе упражнение – тяга с гантелей на среднюю дельтовиду. Четыре подходика по 15 повторений. И сейчас немножечко расскажу о своей текущей форме. Текучей? Текучей, да, скорее всего, протекающей форме. Текучей, да, скорее всего. Сейчас, скорее всего, люди будут интересовать несколько вопросов, поэтому озвучиваю их я. Давай. Сейчас у меня такая, скорее всего, фаза не набора, а фаза поддержки всего. Так как у нас стало очень неопределенно все в плане соревнований. Точнее стало все максимально определенно. Никаких соревнований. Вот, поэтому немножко, так скажем, ослабил ходули свои. Живу по режиму, тренируюсь регулярно. Тренировки вообще не пропускаю. Вот, по питанию немножко снизил обороты в плане углеводов. То есть стараюсь есть по аппетиту, по возможности. Это 3-4 приема пищи. У меня в количестве 250 граммов белка выходит у меня. В количестве, наверное, 350-400 углеводов. Вот. Ну и где-то 120 жиров. Вот. Для меня это не профицит с учетом активности. Это ежедневные тренировки силовые. Кардио я не выполняю сейчас. Вот. Ну и вот вес у меня где-то 108,5-109,5 килограммов. Он у меня плавает. Вот. По фармакологии у меня все напополам. То есть я примерно сейчас делаю 400 тестостерона у меня в неделю цепианата. 100 миллиграмм длинного трена энантата. 200 миллиграмм нондролон фенила. Ну короткая дека. И в принципе все. Вот весь мой курс. Это рассчитано не на просто какой-то мышечной массы, а просто на поддержание уже текущей формы. По анализам все плюс-минус в норме. Есть какие-то показатели, которые нужно подрегулировать. Чем я сейчас начну заниматься. Ну в принципе и все. Вот. Задача сейчас просто держать себя в хорошей кондиции, в хорошей форме, в презентабельной. Ну вот и все. Поэтому как-то так сейчас и живем. Что за вопрос? Ну во-первых, по поводу соревнований у нас там стоят или нет? И что вообще это будет? А компания Center Podium, ну которая организовывала соревнования федерации NPC, ну американская, да. Они все свои соревнования полностью отменили. Любительские профессионалы. То есть пока на данный момент турниров NPC американских в России не будет вообще. Ни гришина, ни про квалифай, ни региональных турниров. Ничего не будет. Все. Пока вот такая неопределенность. Пока нету просто физической возможности прилететь в США в Америку для судей, да, для организаторов. Все. Турниров не будет. Поэтому в августе не знаю как будет или не будет. Может быть уже политическая, геополитическая обстановка установлена, но вряд ли. Вот. Ну и соответственно соревнования, как уже Руслан сказал, мы будем рассматривать азиатский регион. То есть это Япония, где-то может быть в Китае какие-то будут соревнования. Что? А, ну значит Китай будем смотреть. Ну в общем Азия. Азия-Вьетнам. Этот, как их, не Вьетнам, а Таиланд, мать его. В Таиланде тоже какие-то там турниры. В общем, на самом деле это вот прям самое последнее, о чем я сейчас переживаю, о чем я сейчас думаю. То есть моя вот спортивная карьера, она как бы протекает, ну, то есть я как спортсмен живу полностью в режиме, но по соревнованиям я не парюсь. Я понимаю, что как только будет какая-то определенность, я намечу себе цель и начну к ней готовиться. Сейчас я пока просто скинул немножко обороты и стараюсь просто кайфовать от того, что я делаю, получать максимальное удовольствие без каких-то вот таких резких движений и запаров. То есть по соревнованиям я не парюсь. Как только будет какая-то определенность с воздушным пространством, с полетами и так далее, тогда будем ставить цель. Но, к сожалению, наверное, не в этом году. Вот. Может быть к лету я немножечко, скажем так, сделаю такую форму, а-ля процентов 65 на 70, чтобы просто быть в хорошей, подсушенной форме. И все. Да, уже по самототропину, по неотропу, понятное дело, что все растет. Естественно, и закуп, и сырье, и все, и все. И понятное дело, что сейчас уже розничная цена. Она выросла, выросла она не на много, на 500 рублей к рознице. Вот. Но еще, наверное, неделька пройдет, и ценник станет семь с половиной. Если сейчас розничная шесть с половиной, вот, уже семь, то будет где-то семь пятьсот. Поэтому, ребята, на время выхода ролика я не знаю, когда ролик выйдет. Вот. Но все равно старайтесь, пока цены не выросли, пока есть, в принципе, проблемы с наличием нет никакого, пока все это есть. Вот. Просто в прок затаривайтесь, чтобы у вас это просто было. И все. Ну, это личные рекомендации. То же самое и касается фармакологии. Не ждите. Если есть возможность, просто закупитесь в прок. И пусть оно у вас лежит, никуда оно не денется. Потому что неизвестно, что будет по наличию, потому что все закрыто, да, вся граница. Неизвестно, что будет по ценнику, а он вырастет однозначно. Вот. Но Сумрай пока держит. Пока держит хорошие розничные цены. Не поднимали ничего. Поэтому рекомендую вам обратить на это внимание. Ну, спортпит, понятно, что все, цены пошли вверх. Сейчас компания Genetic приостановила оптовые отгрузки в магазины. Поэтому, в принципе, вы сможете только розницу. В розницу. Уже какие-то остатки в магазинах покупать. И купить это все в интернет-магазине с помощью моего промо-кода Роман. Вот вы получите 15% скидочку. Какая-никакая, но она приятная. А что еще? Пока все. Пока все? Тогда подход. Он у нас крайний. Тренировка закончилась. Все, Руслан, тренировка закончилась. Еще одно упражнение на среднем декоризме. Делаю я на скамейке. Махи лежат на скамеечке. Хорошее изолированное упражнение. А вообще у меня вся тренировка дельт. Те, кто давно смотрит, уже сидят в инстаграм. Я не раз об этом писал. На ютубе говорил. Вся тренировка дельтовидных базируется на маховых и тяговых движениях. Иногда я их совмещаю в махе-тяге, махе-тяге в суперсериях. Иногда тренирую отдельными упражнениями. Вот. Но тренировка очень интенсивная. Ну, когда тренируюсь с одним или с тренинг-партнером, мы практически не отдыхаем. То есть, пока он делает 30 секунд подход, я отдыхаю. Так, и в итоге тренировка дельтовидных. Это 7-8 движений, упражнений. По 4-5 подходов каждое упражнение. Уходит по времени примерно 45 минут. Очень интенсивно, очень быстро и на самом деле прям хорошее. На тренировке ног, на тренировке спины я не могу такую интенсивность держать. Хотя стараемся, но все равно отдых делаем подольше, потому что намного более энергоемкие, энергозатратные упражнения все эти тяги. Если верхних тягах еще можно как-то, то в горизонтальных тягах максимально тяжело держать такой высокий темп. Ну, в принципе, вот пока поговорил, восстановился. БЦАшечки апельсиновый. На шейкер литровый я добавляю 25-30 грамм БЦА. И за тренировку упиваю. Ну, где-то два таких шейкера примерно. Два литра жидкости упиваю за тренировку. Сейчас я честно скажу, по жидкости я немножечко провалился. Не напиваю столько, сколько необходимо. Пью по желанию, хотя нужно пить больше. Но вечером получается так, что напиваю. И под вечер, получается, я могу часов с 7 вечера до 12 пока не лягу спать выпить где-то в районе 3-4 литров. Но в течение дня это только тренировочная вот эта жидкость. Плюс какие-то там дрены и так далее. Ну, немного получается. Вот. И я не отекаю. С утра встаю нормально. Но пару раз в туалет с таким вот наполненным мочевым пузырем я встаю. Так. Далее. Махи. Делаем вот на той скамеечке. В пистане. Т 135 миси. Б Bobby с sacrifice. Продолжение следует... Руку держу практически прямую. Чуть-чуть локоточек прям сгибаю, не держу согнутую руку. Мах происходит от бедра, с мертвой точки. Я прям каждое повторение касаюсь бедра и начинаю поднимать руку. Руку высоко не зазираю, тем самым я не включаю работу трапециевидной, потому что вот это движение уже включается трапеция, когда высоко. Стараюсь строго работать с изолированной средней дельтовидной, прямой рукой. Все. Упражнение очень хорошо включает. Вот прям подрез дельтовидной к ее креплению, вот это вот сочленение между бицепсом и трицепсом, да, вот эту вот сторону очень хорошо возключает. Вот. Если хотите, чтобы дельтовидная была прям такая ярко выраженная, отделялась от руки, то вот это упражнение, оно не базовое, но оно именно формирует, так скажем, вспомогательное. Вот. Прошу обратить на него внимание, помимо основных махов, да, вот это упражнение тоже включается в свои тренировочные программы для дельтовидных. По крайней мере, я включаю. Вот. Помимо того, что делаю тяжелые махи. Когда уже момент отказа наступает, я стараюсь не читинговать, не разгонять ее отсюда до середины, просто делаю максимальную амплитуду, которую могу сделать. Вот. Ну и по упражнению стараюсь отрабатывать в отказе. По идее, тоже отдых должен быть такой, пока одной рукой делаете, вторая у вас отдыхает. То есть практически без отдыха, но мне нужно немножко дыхание восстановить. Ну что-то скажут, что я чего-то обнюхался, нос постоянно трогаю. Черстый нос, зараза. Вот. Да. А то сейчас начнут особо внимательные, которые не смотрят, не смотрят основной ролик и, так скажем, вот этот вот какой-то интересный контент, а смотрят на нюансы в роликах, прислушиваются к словам, чтобы обязательно сделать какое-то замечание. Кстати, по поводу мата, ребята, в последнем ролике тренировочном, где мы с Денисом Бажановым тренируемся, если честно, я всегда, ну, сторонник такого крепкого словца, да. Вот. А это что-то даже я, когда смотрел этот ролик, пересматривал, мне аж самому ухо зарезало, потому что у меня, в принципе, для связки слов я использовал не паузу между словами, а использовал матерное слово. Вот. Поэтому прошу прощения, кому пришлось посмотреть этот ролик в таком формате, да, я прям вот понимаю свою ошибочку конкретно вот в этом ролике. Вот. Совсем без мата я не могу, поэтому извините меня, это моя натура, мое вот это вот, все вот такое вот. Вот. Но я буду стараться максимально фильтровать базар, потому что правильно человек написал, что смотрят и молодые, и юноши, и девочки смотрят ролики, и, в общем-то, это не кулюторно. Но, знаете, в жизни я матерюсь. Вот. Не так, может быть, часто, как в том ролике. Но в том ролике что-то меня несло. Не знаю, почему. Я за это с собой не замечал. Может быть, это моя обычная манера общения, но слух мне тоже резал. Сейчас суперсерия на заднюю дельтовидную. Махи крест-накрест от ведения в кроссовере. Чтоб они же опустись. И в суперсерии с тягой верхнего блока широким вкладом на заднюю дельтовидную. Хорошая суперсерия. Это мы когда в Краснодаре были на чемпионате России весеннем. Вот. С Адамом Бакаровым тренировались, и он очень любил эту серию. Я всегда ее использовал. И на самом деле достаточно неплохая. Суперсерия. Ну, или нет. Ну, или без суперсерии. Нет, я знаю, где можно сделать. Здесь, соответственно, задача у вас в этом упражнении отбанить линку назад максимально. Делать тягу вот именно. Ну, или без суперсерии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Рычажный тренажер, он к низу движения расходится пошире, тем самым больше попадает в заднюю дельта. Не знаю, как там смотрится сзади визуально, насколько спина забирает нагрузку и так далее, но стараюсь максимально работать с задней дельты и прям после первого движения сжение на этом движении, хотя вес очень такой небольшой, очень сильный, то есть примерно на шестом-седьмом повторении уже такое сжение, когда до 15 прям потерпеть приходится. Клевая суперсерия, поэтому те, кто может быть не использовал ранее, попробуйте, достаточно интересненько будет. И вообще всем, и своим подопечным, и всем рекомендую жимовые движения, будь то штанги, гантели, смиты, убирать в самый конец тренировок. Во-первых, плечи предварительно у вас уже утомлены и максимально разокреты, что минимизирует риск получить травму. Во-вторых, тем самым, что они у вас утомлены, вы не сможете поднять большой вес. Опять же, вы будете делать с меньшим весом, соответственно, меньше риск получить травму, но стрессовая нагрузка будет ложиться тоже очень хорошо, так как вы на фоне предварительного утомления дельтовидной будете делать жимовые движения. Очень хороший прием для, скажем так, прогресса и с точки зрения минимизировать риск получить травму. Я сейчас в своих роликах максимально всегда на это внимание уделяю, потому что вот из-за чего у меня, ну вот, есть проблема с коленями, с поясничным отделом спины, да, у меня там три грыжи. Я не могу полноценно тренировать ноги. Я понимаю, что когда человек гонится там за весами в укор техники и получает какую-либо травму, и не может потом полноценно выполнять определенные движения и тренировать мышечную группу полноценно, это несет определенный, ну, дисбаланс в пропорции их и во всем. Поэтому мне уже за 30, чуть-чуть, еще не 31, но уже и не 30 кругло, вот, и я прям вот почувствовал сейчас в 30 лет, что это прям основа основ, потому что мы за долголетие в спорте, а не за то, чтобы там в 28 лет максимально распахнуться, да, потом полноценно получать травму, и все, и закончить спортивную карьеру. Пока пиздел, отдых уже прошел давным-давно. Ну, в итоге на среднюю дельтовидную получилось 16 рабочих подходов, на заднюю дельтовидную получается 16 рабочих подходов. Как таковую изоляцию на переднюю дельтовидную я специально не делаю. В жимах очень хорошо забирает, вот, поэтому этого, в принципе, хватает, но одно жимовое движение в самом конце тренировки я всегда выполняю, и оно всегда по-разному. Сегодня, наверное, сделаю жим стоя, со штангой, такой армейский, классический, да, в последний раз делал это упражнение, и оно мне прям что-то понравилось. Я его пару лет, наверное, вообще не делал, вообще не трогал, и прям понравилось. Еще есть проблема у меня небольшая. Ну, это как, это все вот выливается, выливается, я просто с вами делюсь, да, так записываю такой тренировочный влог относительно, и стараюсь поделиться какими-то своими личными проблемами, потому что не всегда это в Инстаграме все освещаешь, да и кому это, блядь, интересно. Ну, раз уж вы смотрите этот ролик, значит, вам интересно то, что со мной происходит, вот, и в моей вообще вот этого спортивной жизнедеятельности. Проблема с левым плечевым суставом, не знаю, очень болит, особенно после жимовых движений, и все, прям вот сам суставчик в движении очень бесконфортно себя везет. Вот, пока это не критично, но, надеюсь, критично, так как у Руслана оно не превратится. Так, гантель 28 килограмм, делаем махи. С тяжелыми гантелями, немножко читинга, но я допускаю в некоторых движениях иногда. Нет, братья, нет. Как это? Хочется поменьше выебываться, но пока нет такой возможности, но в самом гантели надо только лишь взять. 22 хотя бы, да. 28 был перебор, 22 дает. Я сам в сторонних чистых движений. В большинстве в своем, где-то 90% упражнений я выполняю, стараюсь выполнять прям с идеальной техникой. Но время от времени я делаю такую небольшую периодизацию, да, когда работаю, направлено с читингом, с таким, ну, большим рабочим весом. Сейчас не надо мне начать писать, что смысл какой, включаются мышцы вспомогательные, синергисты и так далее. Все это я прекрасно знаю и понимаю. Вот. Не нужно мне об этом писать. Тренируюсь я достаточно давно и тренирую я достаточно давно. И в этом плане мне какие-то ваши нравоучения, замечания не нужны. Просто я не могу каждый ролик максимально информационно вот так вот охватить. Конечно, какие-то детали я опускаю, их не произношу. Но всегда находится коментат, который обязательно найдет внимание. Здесь выполняем четыре подходика. Ну, собственно, и все. Потом пойдем пожмем и тренировку дельтовидов я закончу. Три, три и одно. Семь движений. Хотя, по сути, я бы еще сделал какие-нибудь махи с канатиками. Но посмотрим после жима, как себя плечи будут вести. Может быть, жим и не будет. Самое главное в жимовых движениях, у кого там травмированные плечи, или какие-то есть нюансы, да, болевых ощущениях в суставах. Самое главное – это движение полностью контролировать и сжать именно дельтовиды, именно плечами. Постоянно в напряжении держать мышечную группу и не опускать максимально низко, не вставлять плечевой сустав, не вставлять локсевой сустав. И вот в этой амплитуде, четко контролируя напряжение в самой дельтовиды, выполнять движение. Для этого вам необходимо подобрать умеренно тяжелый для вас вес. Тогда, когда вы сможете именно дельтовидными полностью мышцами контролировать ваше движение и, собственно, выполнять этот жим. Вот. Поэтому, если вы возьмете большой вес, естественно, вы будете стараться полностью выжимать и вставлять сустав и так далее. И, короче, это сделает только хуже для вашего сустава. Знаете, сейчас очень модно говорить про интуитивный тренинг. Я подобрал прям хорошее такое определение, что такое интуитивный тренинг. Интуитивный тренинг подходит людям, которые, в принципе, разъебаны. Болят плечи, болят локти, болят колени и все остальное. И они максимально комфортно и относительно своих нюансов подбирают для себя движение. Вот это интуитивный тренинг. Когда обычный присед не подходит, когда выпады там какие-то не подходят. А подходит только определенная постановка жим ногами и определенный угол этой скамеечки. Вот это называется интуитивно подобранное движение. Персонально под вас. Это, конечно, все шутки-минутки, но так оно и есть. Очень стрёмно, на самом деле, когда вы ограничены в движениях. И вы выполняете только то движение, которое можете выполнять. А не то, которое хотите выполнять. Я присед со штангой уже тяжелый не делал года три, наверное. Потому что то поясница, то колено. И все эти моменты и нюансы, они просто со временем только усугубляются. Нужно что-то делать, нужно лечить. Но я промолчу. Ну, в принципе, и все. Это вся тренировка дельтовидов. Сейчас я сделаю это последнее движение и буду заканчивать. Соответственно, и ролик на этом тоже закончим. В общем, бажанчику нарисовали дальше дальнейший план действий. Набавили ему немного соли. Соли. Соли в рацион. Сделали еще один дополнительный день загрузки сегодня. И все. В принципе, он готов по форме. Вот так вот вживую его посмотрели, пощупали. То есть по жиру там практически все. Сократили ему количество выполнения моего кардио. Он выполнял каждый день натощак по часу. Я ему сократил до 30-40 минут максимум в день. И убрал ему кардио полностью в день ног. То есть в день ног он вообще кардио теперь не выполняет. Вот. Поэтому вес у него снизился на 2 килограмма. Был он 120. Как только мы сделали две силовые тренировки, добавили углеводов ему в рацион, вес снизился на 2 килограмма. Нам нужно сейчас его зафиксировать, этот вес. Удерживая этот вес, нужно до конца уже какие-то там нюансики. Где-то что-то. Ну, я думаю, на сцене будет где-то 116-117 килограммов. Может быть 115. Вот. Но он в такой хорошей форме. В общем, в любителях, я думаю, мы будем бороться за абсолютку. За первое место. А уже на следующий день, когда будет выходить вылет про. Ну, я думаю, тоже за троечку вполне реально побороться и с Луковцом. Если он приедет, опять же, и с Лешей Кузнецовым, и с Даниловым Серегой. И то есть, ну, хороший состав будет, очень интересные соревнования будут. Я не знаю, Данилов поедет, нет, на Сибириан. Вроде он не планировал. Но если поедет, будет очень интересно их посмотреть в одной линейке. Вот. Ну, будем бороться. Я не скажу, что Дениска едет туда фаворитом, безоговорочным. Нет, он в хорошей форме. Он сможет побороться вполне, вполне. Вот. И я думаю, зацепимся в троечку. И там, и там. Будем, по крайней мере, стараться. Потому что призовые очень хорошие. У них прям, ну, хорошо бы, конечно, чтобы он выиграл. Потому что у Дениски с финансовым положением все не очень, так скажем, ладно, складно. Тем более в нынешних реалиях. Вот. Ну, в общем, в целом, все, надеюсь, будет хорошо. В общем, ребят, спасибо за вашу активность. За ваши просмотры на канале. Потому что, ну, последние два ролика очень порадовали и просмотрами, и комментариями, и лайками. Буду стараться, как минимум, по ролику в неделю снимать для вас. Очень много комментариев пишут. И в том числе и в Инстаграм о том, что интересно было бы больше спортивного контента. Я буду стараться его добавлять. Буду стараться снимать свои тренировки по возможности. И, может быть, сейчас, наверное, актуально снимать продуктовую корзину. Вот. И, как это, ну, типа бюджетную. И понимаю, что сейчас бюджетных корзин нет у продуктовых. Все либо дорого, либо очень дорого. Вот. Поэтому переходим из категории очень дорого в дорогую категорию просто. Как это все можно сделать. В общем, будем пополнять контент. Спасибо за подписку, за лайки, за вашу активность. Всем пока. Я постарался по минимуму материться в этом ролике. За это тоже лайк.